Всем привет! С вами Полиморфик. Давайте поговорим о том, что планируют разработчики сделать в игре Star Citizen в будущем. В дальнейшем на планете Аркорп будут размещены сельскохозяйственные зоны. Это будут поля с культурными растениями, выращиваемые людьми для производства продуктов питания. Также помимо садов, в Аркорпе на крышах домов появятся бассейны и квартиры с террасами. Сейчас на крышах домов расположены посадочные площадки. Разработчики говорят, что они с легкостью могут их заменить другими типами конструкций. Также будет добавлено больше форм и цветов зданий. Появятся некоторые заброшенные здания, которые можно использовать для будущих миссий. В дальнейшем, может быть, у игроков появится возможность приобрести и свое собственное здание. И игрок на своем здании сможет поставить даже свою собственную голограмму. По лору игры на Аркорпе должны быть океаны. Сейчас их там нет, потому что технология воды пока не доработана. Но они будут размещены на Аркорпе позже в будущем. На данный момент мишенгивером в Зоне 18 является Твич Пачека. Она торговец наркотиками с большим количеством связей. В будущем там должны появиться и новые мишенгиверы. Например, местный криминальный информационный агент Blackjack Security по имени лейтенант МакКалум. Он является коррумпированным представителем безопасности, отвечающим за Эрию 18. В дальнейшем игроки смогут делать квантовые прыжки в любую точку галактики. Эта функция нужна будет для механики исследования. Вам придется искать неизвестные прыжковые точки, астероидные поля, различные заброшенные объекты, узнавать расположение пиратских баз и вражеского флота. Но разработчики не хотят, чтобы вы делали быстрые слепые прыжки в любом направлении, для того, чтобы избежать бой. Поэтому наверняка прыгнуть будет непросто. И придется делать какие-либо расчеты. В дальнейшем все так же нельзя будет прыгать между двумя спутниками разных планет напрямую. Это связано с тем, как планировщик маршрутов использует системную иерархию для поиска пути. Поэтому сначала придется прыгнуть на более крупный объект, а потом уже в его системе направиться к более мелкому. В дальнейшем разработчики хотят дать игрокам инструменты, позволяющие им узнавать и отслеживать места, в которых осуществляется большой поток квантовых путешествий. Это будет полезно обладателям таких кораблей, как Mantis, для того, чтобы установить ловушку в нужном месте и выбить из квантума свою жертву. В настоящее время разработчики создают приложение, которое позволит совершать обмены товаров или переводы денег между игроками. При помощи этой функции вы сможете откупиться от напавшего на вас пирата или расплатиться за какую-либо выполненную вам работу. Но у выбитого из кванта дальнобойщика можно отжать не только деньги, но и его груз. Продать награбленные можно будет на черном рынке. Разработчикам для этого потребуется сделать изменения в списке кораблей, показанных в киосках для продажи товара. В настоящее время там отображаются корабли, которые принадлежат игроку, и в этот список просто надо добавить украденные корабли. В будущем появится возможность продать обратно в магазин ненужный вам или по ошибке купленный товар, например, броню или какой-либо компонент для корабля. Для этого разработчикам в терминалы магазина придется добавить функцию для обратной продажи. В будущем на станциях появятся грузовые зоны, в которых будут предоставляться разнообразные услуги, связанные с транспортировкой и хранением товара. Игроки в них смогут арендовать помещение для того, чтобы хранить там свой груз. Затем его можно будет продать или передать другому игроку. Также в этих зонах будут храниться все существующие товары, которые участвуют в экономическом цикле игры. Из этих зон будут осуществляться поставки грузов в разные нуждающиеся в них точки вселенной. Если вы устроились дальнобойщиком, взяли отсюда груз и на вас напал пират, то в том месте, куда вы должны были доставить груз, но не смогли этого сделать, нехватающий им товар будет дорожать. Все доставленные грузы будут храниться на складах. Эти огромные склады будут иметь свой физический объем, и в них нельзя будет вместить больше положенного. При помощи этого будет формироваться вся экономика игры. Она будет зависеть и от потребностей населения, от людей, доставляющих товар, и от пиратов, отнимающих его. Ваши мысли, как всегда, пишите в комментариях под видео. Ставьте лайки или дизлайки для помощи в продвижении канала. Помочь каналу материально вы можете, пройдя по ссылке в описании. Жмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. Скорейшего вам выхода из самоизоляции, и до скорых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!